Дорогие мои друзья, всем привет! Сегодня у нас будет парфюмерное видео, которое снято с поддержки сайта Косметики Парфюмерии Рандеву. Сразу напоминаю, что у меня есть там свой личный промокод 10АНИ. Я его здесь размещу. Обязательно пользуйтесь им, потому что у вас будет срабатывать скидочка 10%. Вы уже наверняка все знаете, но я вам еще раз напоминаю, для покупок вот 2500 рублей, которые суммируются со всеми там акциями. И всегда приятно получить такой приятный бонус, как 10%. Также у вас будет накопительная скидка, которая копится у вас, в зависимости от суммы заказов, которые вы постоянно делаете. Это очень приятно. А еще на сайте Рандеву сейчас проходит распродажа весеннее 50% на косметику. Косметика европейских брендов, всяких разных. Вообще там есть то, которое уже ушло у нас с рынков, с магазинов. Вы всегда там можете заглянуть. Тени, помады, крема, корейская, арабская и много всего интересного. А я сегодня хочу вместе с вами открыть аромат, который у меня появился не вслепую. Это мой первый аромат от бренда Issey Miyake Leof de Steypure. У меня в туалетной воде очень красиво выглядит вообще вот сама эта упаковка. Я, конечно же, с подсказкой, потому что ранее я была с ним не знакома. Впервые я познакомилась с брендом Issey Miyake, когда я участвовала в игре «Восьмое чувство» на рандеву третий сезон. И там один из ароматов, кстати, первый был аромат про сирень, про миндальное молочко. И он мне показался очень необычным. Он мне показался, знаете, таким, я же слепую его тестировала, да, таким классическим женским ароматом. Я даже подумала, возможно, это «Винтаж». Казалось, что этот аромат был новый. Я с того рада... Новый в смысле 2021-2022 года. В таком белом диске. Он у меня тоже стоит в хотелочках, но он был дороже, чем этот. И я решила выбрать этот, потому что этот аромат ранее я с ним была не знакома. А мне его присылала Катя, моя онлайн-подруга-подписчица. Мы с Катей хорошо общаемся. Она мне присылала слепые затесты. Я вам там рассказывала про этот аромат, что я в нем услышала. И после того, как я его на себе разносила, я решила, что я хочу этот аромат, чтобы он у меня был в моей парфюмерной коллекции. И сейчас уже готовлюсь к весне, к лету. Захотелось чего-то такого. Давайте мы сейчас откроем этот парфюм. Выглядит, конечно, здорово. Вот сама такая вот упаковка сделана вот такими ограньями здесь, как ромбик. Да, я повторюсь, это тридцатка, хотя фокон большой. Ну, я сейчас покажу, почему он такой большой. Да, я уже видела, как он выглядит на картиночке. Но, ой, слушайте, он оказывается вот так выглядит. Смотрите, какая прелесть. Обалденно. Как-то необычно, я бы сказала. И тридцатка выглядит очень большая. Ничего себе смотрится. Иногда даже 75 миллилитров. Здесь у нас указано семья Кильо Ди Сей Пюр. Так, я подготовилась, открыла информационную такую страничку. Этот аромат выпускается с 2016 года, хотя их очень много таких фланкеров. Есть и цветочные, есть более морские. У меня аромат сделан парфюмером Доминик Ропион. Я, кстати, такого еще ранее не слышала. Да, 16-й год. И про что этот аромат? Ой, как приятно он выглядит. Здесь даже... А, ну, это пластик. Матлое стекло. Прям сегодня я в этой рубашечке, да, вот так хорошо. Я с ароматом уже знакома. Нанесу его сегодня на себя. Как он красиво раскрывается вот прям из пузырька. Мне тоже... Да, кстати, я тот человек, которому нравятся красивые пузырьки. И я люблю отливантики разносить, поносить, познакомиться. И если мне действительно аромат понравился, я уже тогда действительно приобретаю себе флакон и наслаждаюсь. Мне важно, как выглядит упаковка. Мне это приятно. Аромат про белые цветы. Но на старте здесь... Здесь вообще... Сейчас скажу. Здесь лилия, но лилию я вот... Когда делала слепой затест, я ее не распознала. Для меня этот аромат был водный, зеленый, бело-цветочный, такой, знаете, озоновый, очень легкий и звонкий. Но в то же время он напоминает как будто бы аромат из 2000-х годов, такой немножечко назад. Здесь, в верхних нотах, есть морские аккорды, ну, такие водянистые, влажные, да, и вот эти влажные цветы. И далее идет лилия, жасмин, цветок апельсина, флёрдоранж и дамаска роза. Я обожаю белые цветы в ароматах. Если вы мой постоянный зритель, вы наверняка уже это поняли, потому что я действительно, я люблю магнолии в ароматах, люблю ландыши в ароматах, гардени, люблю белую сиреню, в принципе, и не белую тоже, люблю флёрдоранж, люблю жасмин в ароматах. В принципе, вообще белые цветы очень люблю, когда они всячески обыграны, а обыграны они бывают по-разному. Именно в этом аромате здесь идет именно на морской такой теме он, и это белые цветы с немножко солоноватой для меня морской какой-то ноткой. Здесь очень важную роль играет база. В базе есть здесь серая амбра. Серую амбру я не могу вычленять из ароматов, я еще не научилась, возможно, когда-нибудь научусь, но я понимаю, что этот аромат дает, знаете, такой немножечко животный, такой приятный момент, немножечко теплый, я бы сказала, и кашемировое дерево. Кашемировое дерево, ну, такая влажная древесина. Я не могу различать кашемировое дерево от не кашемирового дерева, поэтому для меня это будет просто влажная древесина. Какой же он приятный. Я этот аромат, в принципе, планирую носить уже, наверное, в более летний период, но сейчас, когда я уже сниму теплое пальто и перейду на более легкие какие-то там кроссовки, кеды, платья, куртка, хотя с курткой я люблю немножко другое направление, но с платьем этот аромат будет прекрасен, с белой блузкой он будет также прекрасен, это женственно, это нежно, это, знаете, так, ну, он действительно водяной, и вот эта лилия здесь, я ее слышу, но лилия она, если вы лилию не любите, имейте в виду, что она вам тут может быть раздражать, у меня есть лилия в двух ароматах, и там она мне нравится меньше, здесь лилия приятная, она не ядовитая, она прямо цветущая, белая, красивая, я почему-то здесь вижу именно белую лилию, возможно, я ошибаюсь, я не знаю, но я это вижу так, именно белую лилию, может быть, потому что я картинку уже посмотрела, знаете, он не сладкий, но он прямо женственный, и вот именно так я себе этот аромат и представляла, безумно просто довольна им, рада, что он у меня есть, на картинке, кстати, я думала, что это будет просто вот как-то вот такое полуматовое, а здесь он прямо матовый, и сделан градиент, и смотрится очень приятно, я буду продолжать и дальше свое знакомство с этим брендом постепенно, возможно, я себе приобрету, смотрела тоже в такой же упаковке аромат, только розовый, там он, по-моему, идет болгарская что ли роза, что-то нектар как-то называется, поправьте меня, если я ошибаюсь, и как вы относитесь к этому бренду, это вот мой первый полноразмерный парфюм из бренда Issey Miyake, и буду смотреть, следить, может быть, какие-то новинки будут выходить, почерк я уже поняла этого бренда, хотя я только с двумя ароматами знакома, я поняла, что это прям должно быть у меня, ну все, я загругляюсь сегодня, о ароматах я вам всего рассказала, и следующее, конечно же, видео я вам еще сниму, просто буду их выкладывать постепенно, не сразу все в одном, чтобы не делать слишком длинный ролик, всем пока, благодарю за просмотр.